Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, верховного жевжика планеты Земля, и я продолжаю выкладывать партию в Humankind. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И всем зрителям приятного продолжения просмотра, и прошу, пожалуйста, не забывайте делать клипы к этому прохождению, чтобы я потом такое мини-видео составил. Это очень много, мне кажется. Да. Люди должны сделать выводы. Ну а что, у вас меньше? Судя по тому, сколько у тебя армия, у тебя должно быть больше содержания как раз. Нет, меньше. Ну, может, потому что у тебя юниты более, а это следующего тира на самом деле. У нас уже сразу следующий ход начался, блин. Я думал, сейчас посижу, что-то поделаю. Грей, какие выводы мы можем сделать? Ну, типа, что мы можем уже сделать? Ну, как что? Осудить вармонгера? Так, ну что? Да, да, да. Где такого не надо? Кого выбирать? Так он все равно к вам придет. Просто потом. Что, австралийцы? Вармонгер, да. Наверное, Советский Союз возьмем. Не, блин, я просто боюсь, что там опять баганет с его районом. Наука за округ, за наука за каждое соседство с научным. Может, японцев взять? Тут лаборатория робототехники еще. Давайте японцев возьмем, короче. Мне пишут, что нашим людям удалось найти огнедышащее устройство. Что за огнедышащее устройство? Типа... Мушкеты. Мушкеты? Да. Ты, короче, альмеков, разы отыгрываешь до конца. Да, да, да. Взял вначале, так и все же до сих пор. Мушкеты. Блин, как компьютер странно вывел вот этого вот. Жертва сакральна. Все, да, и такой второй ход, то есть он постоянно что-то кого-то одного вперед выводит, типа... Он как приманка такой, знаешь, ты такой выходишь по нему выстрелить, потом тебе прилетает. Теперь ты мне уже выходить не придется. Так, сколько там у него осталось? Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот это можно не обращать внимания. Вот, по идее, до этих мы достреливаем. То есть он не убьет, конечно, этого парня, наверное. Или не убьет. Двойный чар осталось. Ну давай, два раненых янычара, подводи, давай, убивай меня. Не будешь? Ломай полностью. Ломай полностью линейную. Нет. Уже какой херни компьютер занимается, почему-то он вниз вывел ее. Ну я о чем и говорю, да, что вот такие бои, вообще непонятно как играть через... Автобитву. Нет. Ну конница, по идее, там совсем как бы не... Ну что, почти все чудеса забрал. Так это, тебе надо на него нападать, а не на меня получается. К тому же, если ты мне продашь селитру, я смогу строить юнитосовременной эпохи, а не предыдущей. Так ты же вармон... Слушай, если бы ты не нападал на... Ты отдай просто вот красному его города, который ты у него забрал и... И как я должен это сделать? Ну он заберет их просто. Не знаю. Каким образом? Ну, на... Здесь все не так просто. То есть, мышь на пали, потому что ты, блин, красного забирал. Ну если ты можешь кинуть претензию на Вавилон, чтобы вернуть его, то это одно дело как бы. Блин, я не знаю, как... Ладно, пускай компьютер действует. Не знаю, я только как походить. Ну а я могу его КГшкой сделать, да, это возможно. Так, я буду ходить. Так. Двигаемся. Дед, а ты решил коричневую не захватывать? Я не могу захватить его на этих. Протензии нет. Вот к вопросу о том, что на культуру здесь нельзя забивать. Потому что... Ну, он в моей культуре, у меня нет к нему претензии. Так что... Нет, подожди, осуществить этот претензий. Так вы можете просто... Ты можешь ему просто войну объявить, ты захватишь его город. И в конце, ну... Ну а что, хотя бы один, что это мало. Ну, я уже три раза по одному городу захватывал, да. Ты все еще ходишь? Ну, я же... Ну, ты... Ну... Ну, я же... Ну, я уже... Ну... Ну, я же... Ну... блин очень странно ты видишь где у меня встал сейчас драгун то есть но он почему-то может обстреливать правого янычара как у которой желтый да но не может которую прямо перед ним который вот оранжевого при том что правый он в лесу у меня со слонами там было то же самое то есть у меня мог стрелять вообще не мог вот так же странно и очень так я но этот уже просто стрелял давайте автомат опять поставлю просто привел этими вообще помню хочет ходить перемещение на грани фантастики короче в последнюю эпоху вышли фонда япония где бы в мире быть без суши и манга Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Неплохо... Претензия, по которой можно принять религию? Продолжение следует... 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 наверху чтобы нельзя было с холмов то зайти и все ну как бы смысле чего я не могу зайти гарнизон даже часть города как я понимаю там нельзя пройти можно только садить город а если ты осадиться садишь город именно там наверху как гарнизон той бы начнется на холмах они здесь но это ачивки получаю это все еще ход твой нет и так еще тут третий раунд даже не ходил по ходу раз походил просто все быстро так я на автомат поставил это да и можно тут еще знаешь к это забавная ситуация у меня нижний город ничего не производит потому что мы здесь воюем да что это так будет работать и в зоне в зоне битвы ничего не работает никто не ходит причем там зону битвы ее видно как то вот чтобы она подсветилась именно на всю да видно ты прежде чем нападать ты просто наводишь те показывают зону ты можешь оценить зону но это когда когда это юнитом а вот к вылазку делаешь там интересно ну когда вылазку я на тебя нападаете показывает по идее зону должно показывать вот моей осады то есть получается если две клетки или сколько там в общем сколько-то клеток от другого региона цепанула вот эта битва не знаю сколько парочку и поэтому там ничего не производится не там по идее должен быть центр города именно в зоне не просто просто регион цепанула просто испанула кусочек региона там даже я районов нет это какой город филы нет бибу то есть в принципе я за это те два хода что мы воюем там бы построил три четыре юнита да не но мне в зоне в зоне показа как будто бибу он в зоне но именно именно центр города в зоне он как бы в зоне ну ходить это не могу как тут непонятно я могу встать видишь я тогда туда ушел чуть не стоит стенами перед его лучшим это все жители города бибу смотрят на сражение ну то есть да почему вот почему-то не обстреливается никак я вообще реально почему вот обстреливается этот янычар а вот тот который стоит справа ближе на две клетки почему он почему не важно самом деле в чем дело я им тоже ходить не могу только мне кажется проблема в том что ты тогда не выигрыш битву а я не проиграем нет наоборот ты ты точно не выиграешь битвы на меня напал ну да да но не суть она не закончится просто-напросто а все на следующий ход продолжил а надо импорт лайтнинг и на боттл так здесь не пауу и угольные электростанции и угольный завод надо строить change is coming так железные дороги стопудово надо строить них там соседство с промышленными районами да там причем такая штука получается что у меня стоят в нижнем городе этом призвал ополчение но и не могу им ходить и в бой его позвать тоже не могу то есть здесь явно что-то что-то не так я бы тут симпозиум потом провел вот так сделаем так в радошках в каждой области надо по вокзалу я так считаю потому что не сложно сидеть а нет деревне я бы оставил и сложно сидеть высчитывать как тут лучше дороги провести зато железная дорога точно в каждом регионе можно по одной железной дороге тут будет за счет это очень быстро юниты перемещаться тогда рядом с портом конечно кайф кайф на какой-то стамбул сразу напоминает и в гудагае куда стены надо поставить куда гай главное самый передовой город впереди напередом на передовой находится понимаете автомат состоите надеюсь что он нормально походит так все отряды дешевле давайте пропеллер наверно и нефть откроем вот так а и и и и и и погоди так ты же нападал на уилон почему уилон мой но у меня чего битва не прошла на висит поражение в регионе вавилон мне написано что у меня кстати в седоне типа немцы еще все еще ходят они у меня и японцы ходит а у нас десинхрон он справа демоникс пожалуйста сейф так электричество автосейф загрузил было сделать сейф грузин нет 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 я сохранил ой игру и загрузил то есть последний сейф который ты сделал это не то что должно было быть а это ты подвел армию сзади еще какую-то ладно я не буду а глава вилона тобой сделаем надо самая нажимал так электричество значит пропеллер хотел и потом двигатель внутреннего сгорания автобитвы не осуждайте выключу качу нить чего не да надо убить а Я тут могу войти в бой, но дело в том, что я не смогу отсюда юниты подвести. Никак, поэтому нету смысла. Да, сольет тот бой в Ксидоне. Да, думаешь, надо принять участие? Ну тут, конечно, еще этот... Сколько у тебя там, от Лёш, сейчас цивиков принято? Сколько они бонусы интересны дай? Принято цивиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Откуда? У меня всего четыре. Больше нет. У меня ноль, как бы, ну один-то захват город. Одиннадцать принято, а еще три не принято. Но они, походу, там два на города-государства, которых просто уже нет. Я не понял, как они открываются? Никак они не работают с этим игре. Уха, ста, может, я не знаю, почему он работает. Хотя, ну Лёш создавал игру, может быть, поэтому... Ну я играл, когда, смотри, Демоникс на восьмерых создавал, и там почему-то у меня тоже все открывалось. У меня не открывалось только, когда мы играли, когда я играл против компьютера на десятерых. Я играю против компьютера на восьмерых, на шестерых, тоже все цивики есть. У меня просто предположение, что вы как-то так развиваетесь, что все-таки что-то не делаете. Да нет, там же есть базовые цивики, типа, за главную площадь пять влияния, например. Ну, то есть он совсем базовый, он там, не знаю, по-моему, жителей просто требует. Да и вообще, в принципе, мы уже обсуждали, в общем, ни у кого не работает сетевой игре цивики. Немцы ходят. Позик, как и все же, ни у кого не работает, то есть у меня постоянно работает. Ну, вот, не знаю, это исключение получается. У кого-то одного работает, потому что мы слишком беззвучий. Ну, хорошо, вот у вас сколько у Грея один, я так понял. У Димоникса четыре? Да. И они все четыре у тебя приняты. Конечно. При этом у меня на где одет у тебя сколько? Ну, не скажется. У меня тоже один тыбик, это, захват города. Вот, кстати, захват города, это первая цепь, которая получит, что он стабильно проходит. Так, в Марселе. Нет, тут же это другое, вообще нету смысла ставить. А вот тут надо поставить. Да, ты флаг захватил. Ну, я бы на твоем месте как раз его не захватывал. Да мне уже это, как бы, какая разница-то. Мне надо город, чтобы мне заработал. У меня два города из четырех не работают. Ну, хорошо, хорошо. А по поводу цивиков пишут, что все, кто играет в мультиплеер, у них не работают. Не знаю, как тебе удается. Может, это от места реально зависит. У тебя, по-моему, шестое, да? То есть ты шестым зашел в лобби. Да, да, по-моему, да. Может, они действительно как-то так тупо сделаны, что какое-то количество цивиков, и типа, если такое количество взято, то дальше просто не появляются они у остальных. Но при этом должно как-то культурное влияние работать. То есть культурное влияние должно действовать так, что если вот кто-то на кого-то культуру влияет, я, например, влияю на деда, то ему приходится принимать мои цивики. Как-то вот так. Ты не попринимал тогда все твои цивики? Ну да, да. То есть даже это, по-моему, не работает. Хотя это конкретно механика игры. Это должно быть... Надо в цивилопедии... В хьюмонопедии посмотреть. Не особо тут написано про это. Ну, кстати, вы вилон есть, что все еще у меня. Блин, я походить не успел, фак. Блин. Я не успел сделать ход на прошлый. Беда. Так, надо пока глянуть в торговлю. Сидень. Коман. Давайтеачка. Беда. Так, как всегда. Это помогает мне, что мне есть о тебе. Так приятно слышать от меня. Вот так. Цвинец. И даже в войне могу покупать. 528 это это дороговато слабак всем удачи всем удачи или как бы наказали ты определись тогда удачи в наказании не ну-ка я и не все что ли неправильно так мой ход люди если не против это же пойду я не против спасибо за игру хоть кого-то наказать ну и это надо конечно договариваться нам играть через автобит просто вот мы играем 7 часов из них наверно три часа это вот эти вот конечно интересно причем часть из нас как бы ни в одном из них помни поучаствовал в каком смысле близкий маяк построили говорят у меня странно стоит стоят у меня драгуны вот которые на мысе вот это там 93 янычара и ни в кого выстрелить не могут а нет это потому что я стрелял это я стрелял ему типа у него способность он может ходить после того как выстрелил это конечно смешно у меня поражение то есть я у тебя убил 14 юнитов сам потерял 7 но поражение потому что ты захватил флаг из них там было пять ополченцев по моему вся такая армия знаешь подождите они флаг наши захватили сдаемся знамя знамя они захватили знамя такой генерал там подождите мы в лучшей позиции стойте вы сейчас мы их всех сейчас окружим и разгромим нет они захватили знамя все сдаемся на ход может заканчивать думаю по науке вообще в пропеллере китобойный промысел оптовые торговцы рыбой пароходов регат броненосец 1 1 а что я не первым построил железную дорогу так хочу мне не дают за железную дорогу очки подстава так даже не знаю тут я возможно тут возможно мы пойдем играть синхрон грузить кем для начала да давай наверно сохрани язык а блин я не успел выбрать а ты уже загрузил короче конечно у игры огромнейший потенциал да но еще полгода откровенно говоря у меня тотальное дежавю с endless legend потому что там вот один в один такой же все было просто вот абсолютно все все те же баги которые были в endless legend сюда период особенно касаемо битв чтобы они не забили на этом позиционируется в сингл они особо мультиплей в отличие от цифки но в отличие от цифки ремонт сингла здесь он и на мультиплеер очень серьезно влияет именно потому что тут ходы одновременные даже с ботом тут невозможно править одно в отрыве от другого так я не понял а битва не началась что ли да блин а у меня армия отступает странно так на автомат поставлю давай думал ко мне лезть теперь тебя отправили в низкой не но у меня тут можно сверху все всех переместить наверх всех до 34 а почему мне вот кстати не писала что у тебя еще две клетки будет мне писала я наводил мышку специально что две клетки левее вот этого твоего юнит основного и все а тут еще две появилась моя не знаю магия шаманство блин не успел всех разместить блин нормально все немец пока первый ходит так что по городам девять тысяч денег вот где-то могу еще а блин я не разместил понятно я не разместил или там и сэйф загрузили фасмы сэйф загрузили я получается зря размещал там когда-то вокзалы у меня фасмы сэйф загрузили я теперь я знаю Субтитры сделал DimaTorzok Тут рядом с портом мне нравится Мокзал, прям чувствую, как я на поезде приезжаю в портовый городок И там сажусь на пароходик И чучу, мазафака Чучу Был зуб, как будто мы вылетели А, мой ход факт Так, давайте автоматом Я, походу, не успею Пак Ну, в принципе, нормально походил компьютер Профиг с ним Те в последней эпохе А остальным еще пять звезд надо для эпохи Еще дофига И теперь Я могу двадцать одну звезду То есть все вот Всех по три Взять Тут их семь Это я вряд ли сделаю Для победы У нас тут наследие Деньги от источников ресурсов Дешевле выкупать постройки Три производства от промышленного квартала Три науки от клетки, которые наука производит Это, кстати, не очень Десять процентов К науке И стоимость всех технологий на 20% Ух ты Слушайте, вот это, кстати, прикольно Считайте, что у вас плюс 20% науки Ни сфига Видите, все по одному ходу открывается просто Пошли воздухоплавание и война в воздухе Тут уникальные Увидим нефти Будет ли у меня алюминий? Еще вопрос Обогащение урана Заглянем Так, что там С битвой Субтитры сделал DimaTorzok Давай, Грей Янычары 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 сражаются идеально Сдерживают всякие научные развитые империи Что что-то идеального Видишь, отсталые Какие-то С порохом ребята Сдерживают научные империи Сдерживают прогресс человечества Просто Что что-то идеального Ну как Этот Стоит за счет Родины В первую очередь За идеалы Какие там Прогрессы Что там Идеалы Быть отсталыми У нас идеалы Своего общества Что значит отсталым Ну какое Какое Какого своего общества Что за общество Немецко-турецко-англо Дальше забыл уже Ну хорошо Какие там идеалы У вашего общества Я так понимаю Вы против прогресса А идеалов у нас как бы нет У нас цивиков нет Как бы Мы в следующий раз Протеримся Идеалы есть цивиков? Нет, да? Ну да То есть У нас как бы Все посерединке Мы вот Нейтралитет Я так знаю У меня бомбарды Как это работать будет Может атаковать Укрепление Я мне атаковать Укрепление Бесполезное вообще Это галбица Куда выстрелила вообще? Она атакует Только укрепление Понимаешь? А, понял Бесполезный юнит В данном бою В данном бою поражение все битвы проиграл да чё делать научно матери великое что захватил и тогда флаг лак ну и заметом этом огромное желание войны то есть мне главное ему юнит убивать да непонятно почему демоникс еще не убивает тебе юнита не успеет иначе предотвратить смотри тут побеждает человек у кого больше славы ну да и вот я смысл славу да и не зря то что я тебя опережаю прям конкретно на эпоху у нас разница всего в 300 очков славы от меня а там почти 2000 так представитель представительное правительство что это по-русски вообще ликование нафиг надо давайте инвестиции научный подход кстати как у меня тут странными даже устраивают мои мои вот это развитие по ну не хочу с гансами воевать так у нас железные дороги везде достраиваются ну мне ради влияния природный заповедник 233 нафиг надо а а а а а мне до сих пор не дают вот далее уже нормально это устраивает а какие там еще деяния у нас не выполнены чудо есть ко всем это вряд ли военная поддержка 0 стала обоих империй смысле как где 0 у меня не у меня не 0 а у вас у обоих 0 и что это ничья в войне что ли но в этом и смысл да это белый мир и что это автоматом вас оставляют белый мир нет нет я куплю серверу что на науку дает каждый научный квартал плюс 4 сушки ладно вот этот конечно цивик что я могу торговать во время войны и такой-то чуть ладно не буду его использовать до что-то я считаю автоматами проверяю везде торговлю а потом понимаешь в войне но с другой стороны большинство ресов подавляющее большинство я у тебя покупал до войны и их не позволяют покупать она просто написано приостановлено увел он вернулся обратно удобно просто сам вообще думал он должен этому красному было я тоже так думаю моя почему-то когда захватывал всякие города ну вот да код и тут так далее а нет не до кого-то вот эти два нижних подводя они как бы отдавались обратно иишки а тут не так офига себе какой-то цивик иноверцы и тут одно открывает действие организовать инквизицию а другое открывает действие изгнать население это все так и представляю значит меня изгоняются население которые верят в религию демоникса и у него увеличивается население у меня уменьшается что ли а кстати надо чудо а нет еще нельзя не буду не короче не буду принимать верования не знаю попробуй хрена ощутя и нычар 12 14 18 там еще идут давайте мы пойдем на приступ первый ход за нами будет хотя бы там я напал если чё прими или что-то сделать потому что там таймер идет если он не примет него вся вся армия умрет я раз попробую флаг захватить нет это будет стоять ну эти так попробуем надо аэропорт и строить так а собственно так мой ход что не дать этим подойти до отошел алюминий есть а нефть а нефти нету кайф вот и вот и все самолеты короче слушайте прикол на карте всего один источник нефти и он у меня до никогда такого не ада у тебя у тебя точно да у тебя но он ровно он ровно посередине карты вот источник нефти ровно посередине карты мало до строительства юнитов там требуется больше ну би план так точно один требует себе план то можно было бы построить проблема боевой танк стоит 3 нефти до проблема в том что у меня беру уникальный юнит японские требует одну нефть 1 алюминий ну алюминия много насыпано алюминию рано нормально насыпано а вот нефть 1 нефть просто 1 да 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 страты как бы тут норма не но не продумали нет я но мне с моим цивиком получается я то все равно смогу им торговать когда демоникс обработает это получается читерство получается читерство бан и много бан в чем вокруг нефти сразу 33 урана вокруг насыпано да под вопросом идет так население мало стал у тебя 48 78 там например 43 74 48 78 ты кого спрашиваешь тебя не знаю может потому что в армии ступан построил смотно заранее за там 1200 лес но я за один ход просто сделал но вот эти кирасиры на пиране требуют три жителя сразу производства в максимальном городе так в максимальном городе сейчас подожди в бою похожу в этом таймер идет насколько ты там этих раскачал то еще плюс 25 процентов промышленности от краски еще 20 черного дерева я себастиан перейро торговать черного дерева мега циант постою так все я походил сейчас смотрим самый промышленный 1900 но эти 1900 без единого чувака в промышленности серьезно да сколько людей можно во что загнать ну промышленный в пищу 24 в промышленность может 27 эти говорю что 1900 это без единого чувака в промышленности что я сейчас сделал этот фокус на науку опере коней промышленность сколько будет 2 300 он все неплохо меня максимум 1300 но это 14 человек но я тебе хочу сказать что к мерзкий район это имба на производство карьеры есть они тут обычно есть ну вот у меня в столице по-моему нет вообще вот одна одна река есть но она ограничила с двумя регионами а он дает и промку и еду да он дает промку и еду ну вот например у меня в радошках барай на 75 промышленности в одном во втором на 83 промышленности и 14 пищи и в третьей области 72 промышленности неплохо я сейчас это строил оперный театра он один дает в 75 счастья я хочу попробовать сейчас все это достроить и присоединить два крупных города друг другу посмотри чем да кстати я вот тоже думаю что наверно в конце на какой-то один крупный город делать и тогда прям будет вау у тебя от районов до такое количество населения но на промку можно найти кидать на еду или от от ресурсов нет население от районов сосед каких ресурсов они же не дают на население просто бонус на просто бонус дают так слушать и тут тогда на какие-то юниты посовременней у меня из-за отсутствия нефти я ничего не могу тут видно что эти уникальные района непонятно где построена потому что они белом отображаются но у них своя они оригинально все выглядят все барай могу например найти быстро эту керму ну и биску тоже быстро находится как стать науки сколько еще заход еще три нет я расстрою у меня 10000 10 до у меня 1600 наука тут выкручивается но она нужна только есть ты прям вот победу идешь да но научный нет как бы то сложно у меня просто стоим я плюс еще стоят час снова именно фокус на науку жители стоят все тут может так получиться что ты как бы откроешь последнюю теху а с пославе вдруг проиграешь быть забавно ну не конкретно да да ну вот смотри вот сейчас конец игры да тут на самом деле здесь я лидирую по науке но я не могу никак сделать чтобы грей например меньше набирал славы ну то есть как мне это сделать никак и по-хорошему игра заканчивается либо когда кто-то первый наберет 21 звезду либо когда кто-то первый запустит марсианскую экспедицию например но я там по науке иду вперед либо когда кто-то всех захватит либо когда там три техи откроются последний тоже я могу за это сделать но победитель то делать не тот кто это сделает а тот у кого больше славы будет при этом я уже перв в последней эпохе а грей в предпоследний он может еще славу набрать в своей эпохе потом в следующей эпохе и по идее как бы лидер как раз послали он получается ну чисто теоретически да чисто практически как бы вряд ли поскольку ваши цифры от моих очень далеки но у меня 6 300 и я походу все вот на этом и засел но опять же 6 300 ты опять же в той же эпохе где грей находится правильно то есть ты опять же можешь вот в этой эпохе набрать еще славы кучу и зашибись здесь я вот сейчас вот думаю что не обязательно не так уж и прям классно лететь вперед это не такое же тут и самое главное кого супер собирать научные губернации можно по техам улететь и неплохо но хорошо я улетел хорошо я улетел по техам обороняться хорошо я могу но ради чего я же не набираю вот славу именно то есть я могу сейчас например все еще чудеса вот этой эпохи забрать предполагаю это всего лишь 100 славы каждое чудо 100 слава я даже не вижу вот бонуса в том то есть если я могу попытаться типа всех захватить но я даже вот на этой карте не вижу возможности мы подождем до ядерок чудо могу присвоить так плюс 10 процентов на спокойный плюс 10 процентов на все города тогда давайте христа искупителя забьем ну и и Субтитры сделал DimaTorzok Дорого Не будем Так, а вот DimaTorzok у тебя же нефть получается, да? Да А ты ее продаешь, не продаешь? У меня еще нет, не открывай Понял Ну, в данном случае у тебя получается ее и не нужно, ну, обрабатывать, по крайней мере, открывать Потому что нужно Если получается, что можно купить даже во время войны, то если ты не обработаешь, то купить будет нельзя Ну да То есть, прикиньте, на всю планету один источник нефти Это, конечно, печально, учитывая, что ОБТ-шки требуют три нефти И что там еще было? Я посмотрел Ракетный крейсер, две нефти Не тут нефть очень, самый один из важных Как медь Вначале А, ну, да, медь вначале Алюминий тоже неплохо требуется Истребитель, две нефти Атоматизированная фабрика тоже, две нефти Кстати, прикольно, что медь и железо даже в последней эпохе актуальны Для той же фабрики надо две меди, два железа, две нефти Ну, это, конечно, логично Потому что они же, они сейчас актуальны в современности Нет, просто в той же циве, там, например, то, что было в начале Где тоже в середине не так важно, а в конце уж подавно Ну, в циве ресурсы и для зданий не требуются А то же и для зданий требуются лесы Что опять же логично Но то, что их нету, секреты Ну, почему, они есть Пожалуйста, торгуем Нет, ну, в данный момент нефть одна Ее хоть заторгуйся Ну да, как бы сам не сделать половину винитов Да, да, кстати Я сейчас, конечно, внимательнее посмотрю Но, походу, она реально одна На этом пока все Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас Во вкладке сообщества Для всех остальных оно появится завтра Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране Играйте в умные игры И всем пока